Почему одни женщины выглядят ухоженными даже в недорогой одежде и с минимальным макияжем, а другие смотрятся едва на троечку, хотя трендово одеты и накрашены? Дело в деталях. По нашим наблюдениям, есть 10 признаков, выдающих девушек, которые недостаточно следят за собой. Давайте проверим, не позволяете ли вы себе таких промахов. 1. Грязные волосы. Волосы должны быть чистыми. Всегда. Грязная шевелюра испортит любой образ. Не спасет ситуацию ни тугой пучок, ни хвост. Напротив, они только подчеркнут нюанс. Спрятать грязные волосы под головным убором тоже не выход. А если придется его снять? Просто всегда будьте с чистой головой. И дома, и на работе, и на отдыхе. Если стоит выбор поспать лишний час или привести волосы в порядок, даже не раздумывайте, поднимайтесь с кровати и бегом в ванную. Для экстренных случаев существует сухой шампунь. Он не заменит обычный, но освежит волосы, если помыть их сейчас объективно нет возможности. 2. Отросшие корни. Если отросшие корни – незадумка стилиста, есть такие варианты окрашивания – срочно в салон. Иначе статус ухоженный вам не заслужить. Уж если женщина решила кардинально изменить цвет волос, то окрашивание нужно обновлять регулярно. Отросшие корни – проглядывающая седина. Это только кажется, что мужчины не замечают таких деталей. Не можете позволить себе регулярные походы к мастеру. Выбирайте те колор – техники, которые не требуют частого обновления. Или же возвращайтесь в естественный цвет, хотя его нужно поддерживать. 3. Посеченные кончики волос. Ухоженная девушка безупречно до кончиков волос. Их нужно обновлять раз в два, в крайнем случае в три месяца, иначе будут пушиться, выглядеть неряшливо. Даже если девушка стремится отрастить длинную косу, ей стоит регулярно расставаться с парой сантиметров волос. Используйте защитные средства для укладки, наносите маски и избавьтесь от привычки расчесывать мокрые волосы, кончики дольше будут выглядеть опрятными. 4. Облезший или отросший лак. Нет ничего хуже, чем ободранный лак на ногтях. Тем более, если цвет был ярким, такое фиаско не спрячешь. Правда, после знакомства с гель-лаками многие женщины забыли о проблеме стертого покрытия. Зато теперь грешат другим. Ноготь отрастает, а вместе с ним смещается и покрытие, оголяя участок от основания пластины. Некоторые ухитряются делать коррекцию раз в 4-5 недель. Помните, барышня с натуральными ногтями выглядит куда более ухоженной, чем та, что забыла стереть старый лак. Сломанные ногти, рваная кутикула, заусеницы, уважающая себя женщина не может находиться в таком виде даже дома. Регулярно делайте маникюр, с покрытием или без дела вкуса, ежедневно пользуйтесь маслом для кутикулы, увлажняйте и питайте кожу рук кремом. 5. Шершавые пятки. Безупречные пятки – признак ухоженности. За ними нужно следить даже в холодное время года, когда вы носите закрытую обувь. Шелушение, кожа желтого цвета, трещины недопустимы. Два раза в неделю избавляйтесь от омертвевших клеток с помощью пемзы, ежедневно наносите крем. Не забывайте уделять внимание ногтям на ногах, аккуратность – наше все. Если вы тщательно ухаживаете за пятками, а они остаются жесткими и трескаются, стоит обратиться к врачу. Возможно, проблема в организме. Например, не хватает витаминов. 6. Проблемная кожа. Ровный тон лица, отсутствие высыпаний и черных точек отличает ухоженную даму от неухоженной. Конечно, не всех природа наградила идеальной кожей, но поспорить с ней можно. Найдите хорошего косметолога, который подберет грамотный уход. Употребляйте меньше жирной пищи, откажитесь от вредных привычек, высыпайтесь, состояние кожи заметно улучшится. Маскировать прыщи тремя слоями тонального крема – не лучшее решение. Это лишь усугубит воспаление, сделает несовершенство заметнее. 7. Желтые зубы. Мы не призываем всех женщин срочно записаться на процедуру отбеливания. Это – личное дело каждой. Но регулярно посещать стоматолога для профессиональной чистки зубов нужно. Улыбка, отдающая желтизной, никого не красит. Профессиональная чистка направлена на устранение налета, удаление зубного камня. После процедуры возвращается естественный оттенок эмали, исчезает неприятный запах. О том, что ходить с дырявыми зубами опасно, думаем, много говорить не стоит. Кофе, чай, сигареты, крадут, белизну эмали. После чашечки бодрящего напитка стоматологи рекомендуют чистить зубы. А от сигарет лучше отказаться. В принципе, ухоженная женщина должна пахнуть дорогим парфюмом, а не табаком. 8. Заросшие брови. Естественность – тренд. Причем он не собирается сдавать позиции, поэтому современные женщины прилагают максимум усилий, чтобы отрастить брови. Однако это не значит, что можно не ухаживать за ними. Широкие брови не должны расти кустом. Обязательное условие – четкое очертание. Все волоски, что выходят за линию, следует удалять, иначе брови будут выглядеть неопрятно. Посетите мастера, который подберет вам форму, а дома обязательно поддерживайте ее с помощью пинцета. 9. Потрескавшиеся губы. Обветренные, потрескавшиеся губы выдают, что дама не умеет ухаживать за собой. Особенно сложно сохранить их красоту зимой. Как можно чаще пользуйтесь питательным бальзамом, раз в неделю вспоминайте о скрабе. Если губы обветрились, не пользуйтесь помадой, пока не приведете их в порядок. Яркие цвета подчеркивают проблему, что делает образ неряшливым. 10. Излишняя растительность. Щетина на ногах, заросшие подмышки, ухоженная женщина никогда не позволит себе такого. Избавляться от лишних волос нужно в любое время года. Пусть зимой ноги чаще скрыты под теплыми брюками, но их гладкость – залог вашей уверенности в себе. Заросшие подмышки – это и вовсе не гигиенично, волосы усиливают потливость, провоцируют неприятный запах. Лень регулярно бороться с растительностью. Доверьтесь мастерам, после эпиляции кожа будет гладкой как минимум месяц. Автор – Елена Белецкая. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и делиться публикацией в соцсетях. Нам будет приятно.